Друзья, всем привет! Рад видеться на канале Артист Арчери. Меня зовут Никита и сегодня записываю второе видео по стрельбе с кольцами. Ну что, приступим. Давайте начнем с калибри. Видите, здесь уже подмотал малярным скотчем. Никаких уже весюлек болтающихся безобразных, чтобы все было нормально. Есть. Вот этот лук 31 фунт. Вот он для тренировки колечного охвата идеальный. Идеальный. Рядышком. Третье. Кольцо, да, резиночки, конечно, не помешали бы. Начинает сползать на руку дальше. Ну, довольно кученька получилась. В принципе, понял, как целится. Сейчас попробуем дальше. Так, ну что, двигаемся дальше. Кстати, друзья, пока не забыл, напоминаю. Вот такие луки доступны для заказа. Новый хорн, цельноклеенные, с рогами от 50 до 56 дюймов. Под разный вытяг, силу. То есть, делаем, есть в продаже. Можно на заказ, можно на подарки подбираем. Разборные. Сейчас все разборные. Рукояти из двух цветов дерева переклеены. В предыдущем видео видели. Кстати, все, можно заказывать, покупать. Кстати, сейчас ищу мастеров, которые занимаются росписью. И думаю, что, как бы, если на подарок, то можно, допустим, какую-то декоративную там роспись сделать на плечах, на рогах. Где-то вот здесь, на рукояти. Тут, кстати, поэкспериментирую еще со смолой. Покажу вам потом. Это такая тема. Ну, вот по росписи меня спрашивали. Как бы, очень интересная тема. Думаю, каким заняться, как бы, вопросом. Не сам, а каких-то привлечь людей, как бы. Вот так вот, друзья. Ну что, продолжаем дальше. Так, уже интересно. Пробуем. Пробуем. Дальше. Колечную стрельбу осваиваем. Так. Есть. Такое дело. Стреляем, пробуем. Кстати, сейчас новый проект, один с разборников делаю. С обратным креплением плечей. То есть, не спереди, а сзади. Довольно сложная работа, так как даже лук первый и такое крепление интересное. Ну, вот сейчас пытаюсь. Получился довольно легкий у меня он в плечи. Я докидывал еще по полоске стекла. Чтобы был потяжелее. Покажу вам, как у меня получается с этого. Тут я заклеил, чтобы не царапался, потому что лук в продажу. Попробуем. Тут цепляется плотненько. Он очень, как бы, очень крепкий. И я боюсь его сильно вытягивать из-за кольца, чтобы у меня не сорвалось, ребят. Но с такого стрелять с рогами намного приятнее, чем как бы с лонга, с кольцом. Так. Еще одна. Высоковато. Где-то вот так. Скорее всего, уже мишень там оставлю, пусть стоит лук. Положу в мастерской и буду выходить, как бы там каждый вечер по полчасика там тук-тук-тук пострелял, посмотрел, чтобы как бы все это уже не выносить. Мишень не размолкнет, лук в мастерской и можно будет вытренироваться, выходить. Интересный тип стрельбы, но довольно сложный, я вам хочу сказать. Довольно сложный. Так. Двигаемся дальше. Вообще рядышком уже. Интересно, неплохо получается, но тут начинает чуть черкать, видите, по пальцу. Надо какую-то перчатку, которая вот это место будет закрывать, чтобы не черкало. Сейчас, наверное, еще отстреляю чуть так и надо поменять ракурс, потому что с одного места не сильно интересно получается. Но, в принципе, что-то получается уже. Спасибо вам, ребята, за то, что подсказали, как правильно стрелу прикладывать. Главное, чтобы здесь еще плотно она сидела, чтобы она не болталась, потому что когда здесь болтается, это вообще кошмарно неудобно. Ну что, кольцо по размеру и лук не очень тяжелый, чтобы вам было удобно с него стрелять. Нет боязни того, что кольцо просто слетит, то есть вырвет его куда-то, поэтому по силе этого, в принципе, вполне достаточно. Начинает сползать немного по руке. Есть. Ну, что-то летит. Расстояние хоть и небольшое, но мне уже радует, чтобы что-то стало получаться. Рядышком. Очень близко. Очень близко. Мне нравится. Ставьте пальцы вверх обязательно, если вам нравится, или пальцы вниз ставьте, если вам не нравится. Я, ребят, никого не учу. Я сам тренируюсь, как бы, и думаю, вам интересно посмотреть, как я, как бы, спохватываю, учусь в стрельбе с кольца. Давайте с того попробуем еще пару раз стрельнуть. Все, это кольцо. Тут так одену, тут так одену. Так, этот пока ставим сюда. Берем хорн. Еще раз напоминаю, 53 погибающие, 42 фунта на 28. Вот такой новый хорн. Те модели больше не делаю, делаю вот такие. Доступны для заказа. Заказывайте, покупайте. Разборные луки. Все есть, к весне, на подарки. То есть все двигается, на месте ничего не стоит. Так, ну что, попробуем, да? Надеюсь, видно. Палец сильно передавливает, очень сложно. Ну вот, сложновато мне. Ну так нормально бьет, как гвозди забивает. Нравится мне эта модель, классная. Классные лучки, понимаю, почему он такой популярный. Новый хорн. Что, попробуем записать так. Посмотреть, как оно вообще, куда летит. Может быть, будет даже видно окно отражения хвата. С той стороны не записываю, потому что будете опять говорить, что я на поне соседских курей мусорника записываю. Но там, к сожалению, я ничего не могу сделать. Тут я улучшаю у себя. А то, что там у соседей, ну там так и есть, ребята. То попадает, то пролетает, то не вылетает. Есть. Надеюсь, видно, как, да? Ну, тренируемся. Тренируемся. Давайте попробуем с хорна. Пробуем с хорна. Потихоньку получается уже нормально. Спасибо, ребят, что поддерживаете. Ставите лайки, пишите свои комментарии. Рассказывайте, как правильно нужно стрелять с кольца. Ну, как бы тут надо много, много, много и долго тренироваться этому хвату. Тут спонтанно, абы как, не получается стрелять. Надо тренироваться. Я его даже не растягиваю полностью, потому что мне неудобно. И сложно. Я обязательно сделаю такой же полегче. И позаписываю еще видео, как я стреляю с кольца с более легкого. Чтоб я его хотя бы мог комфортно вытянуть. Попробую сейчас. У меня рост где-то метр 74, наверное. Может, чуть поменьше, хрен его знает. Давно не мерил. Как бы и вытяг у меня с кольца где-то 75-76 сантиметров. Вниз закопал под мишень. Ну, лучше пусть вниз, чем в забор. Выставляем. Тут все заклеено, чтобы ничего не царапывать, чтобы лук был как новенький. Настрел у него небольшой. Так. Ну что. Давайте финалочку, наверное, отстреляем. А то у меня уже и тут рука болит, и палец болит. Буду тренироваться. Щит буду оставлять. И следующее видео, обещаю вам, будет по изготовлению уха. Не знаю, как его сделать, в каком формате. Сделать все, допустим, в 10 минут, но выложить одним роликом, либо разбитым на 2 части, на 3. Напишите мне в комментариях, как бы вы хотели посмотреть, каким форматом делать. Но, скорее всего, по прошлым видосам писали люди, что сжимаю все в один ролик, пусть он будет 10 минут, 12, но будет все в одном ролике сжато. Кому что надо, тот посмотрел. И все. Делать будем по максимальному, по простому, с минимумом инструментов, чтобы каждый мог себе сделать. Потому что по изготовлению вот этих луков, которые я делал, люди писали, что у меня там того нет, того нет. И, конечно, делаешь классно, но у нас такого нет. Будем делать обычный простой лук, чтобы каждый мог себе сделать, для детей для себя постелять, поучиться, а потом, если надо, уже как бы заказать годный какой-то, либо уже больше внедриться, то есть и делать самому. То есть, следующий видос будет, обещаю вам, по изготовлению лука. Давайте. Есть. Прямо почти стрела в стрелу. Где-то 2 сантиметра разница. Я их точно разобью. Не обо что-то, так друг об друга. И эту черканул по двум тем стрел. И стрелять вроде не сильно получается, но попадаю в одно место практически. Друзья, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Обязательно используйте перчатки, потому что руки счесывать в кровь не надо. Луки берите полегче. Как бы показать вам, но палец уже довольно болит. Кольцо пережимает, когда начинаете стрелять. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Никита, канал Артист Арчери. Заходите в Facebook, в Instagram, в ВКонтакте. Заказывайте, покупайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok